Чтоб можно было сразу вот так ходить, постоянно, каждый день. Всем привет! Всем привет! А сейчас мы хотели бы сделать реакцию на видео. Кто умнее? На самом деле, я очень ждала этот выпуск. Когда же начнется это шоу, поэтому... Ура! А, и скорее всего, будем записывать по частям. А может и будет. Ммм, как так-то? Поехали. Всем привет! Это шоу 1.11. Я Ида Гарич, и сегодня мы узнаем, кто умнее, школьники или Тимур Ватимовна. Какая-то вообще провокационная хрень, потому что, блин, как? Сейчас дети изучают такое, но, в принципе, даже выучают. Победительница Ида Васильевна задаст звёздному гостю школьникам 11 вопросов из школьной программы. На вопрос из первого класса против звезды выходит отвечать первоклассник. На вопрос из второго класса – второклассник. И так далее. Победитель получает всё, а точнее, пятёрку. Победитель получает всё, пятёрочку. Победитель получает всё, пятёрочку. Тимур Ватимовна. Угу. Сиди-сиди. Ну, как она побывать в школе спустя столько лет? Замечательно. У меня такое ощущение, что это было всё вчера, потому что такие яркие воспоминания, а не именно со школы же, да? Это да. Воспоминания начинают появляться в школе. Кто-то мне собрал и сказал, что воспоминания самые лучшие в этом университете. На самом деле, я больше чёрт с меня попала. Я был отличником, но у меня было не очень как-то с прилежанием в школе. Да. И я пошёл с шести лет в школу. И из-за этого меня, моя учительница начальных классов немножко меня так вот недолюбливала, подтрунивала, не выпускала на переменке. Подтрунивала. Подтрунивала, ботрунивала. Подтрунивала, да. Подтрунивала. Я помню даже вид из коляски, когда я ещё не разговаривала. А у вас сколько лет ты перестал лежать в коляске? Подожди. Ментально я из неё ещё не вылез. Это очень здорово, что у тебя такие хорошие эмоции в школу. У меня в школу, в школу я скучаю. В школу я скучаю. Отлично, тогда предлагаю начинать. Да, уже идти. Блин, у неё крутая эмоция. Она такая бодреещая. Всё, пойдём. Вы напрягающая. Первый раунд, первый класс. Против тебя играет Анфиса. Анфиса, здравствуй. Здравствуй. Чем ты занимаешься? Балетом и музыкой. А ты, Тимур, чем занимаешься? Ну, я занимаюсь юмором, музыкой, иногда балетом. А ты уже стоишь вот так вот, у тебя ноги вот так стоят? В первой позиции. Стоят. А на носках умеешь вот так вот? Да. Среди? Покажешь, может быть, нам? А, это так в планках делаю. А, всё. А я думала, ты переподлетелами. Я думала, вы натираете ноги долго. Чтобы можно было сразу вот так ходить постоянно, каждый день. Нанфиса, как у тебя с математикой? Скажи, пожалуйста. Нормально. А у тебя, Тимур? У меня, кстати, хорошо. Значит, этот раунд доставит всем. Поехали. Она тоже попросит. Чему же равна звёздочка? Так необычная звёздочка решает уравнение про звёздочку. Ну, мне кажется, а здесь можно? Так быстро, даже без решения, Тимур. С этим вопросом не появляется, как Анфиса, так и Тимур. Аплодисменты. Блин. В этой схватке победила дружба один-один. Я бы называла это замесом. А я и назову, я ведущая. Ты знаешь такого? Тимура Батрудинова. Чем он занимается? Не, ну про личность я слышала. Чем занимается он? Чем только авто-авто, да. Я тоже буду участвовать, да? Я тоже буду участвовать? Я никогда не знаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение? На настроение всё. Какой здоровый? Попрос. На фотографии дочь располагается слева от мамы, а мама слева от папы. В каком порядке они находятся? А мама слева от папы. Я готов. Оооо. Итак, правильный ответ. Смотрим слева направо. Дочь, мама, папа. Дочь. Мама, папа, дочь. Мама, папа, дочь. Ты подпиши. Ты подпиши. Ты не расстроилась. Это просто вопрос. Это просто Тимур, который просто зачем-то победил ребенка. Ну вот миллиох. Шутка, дassy. Всевышимости size. Ай не систем burn, мace р barrels. Это правильно. Это так. Не миситик. Дело. Да как так-то? Встросли? Они взрослые. Они не могут неправильное ответить. Да ты зря, зря ты так делала. Ну, ну, не скажи, не скажи, сынок. Я правда наоборот ответил. Что? Спасибо, я не такой взрослый. Спасибо, мисточки, аплодисментами проводим. Можно тоже разносить по листочку и ручки? Тебе понравилось против него играть? Да, понравилось. Сильный соперник? Сильнейший? Сильный, только... Да, вон сюда. Это он тебя ручкой на лице нарисовал? Где? Тут? Ну, судя по этому, скорее всего, нет. Но, возможно, именно в этом раунде все, извинились. Я тоже надеюсь, мне очень стыдно выигрывать из детей. Ручка, ручка, все в третьем классе. Да. Чем ты занимаешься? Гимнастика, батут, рисование. Нет. Когда же ты гуляешь, малышка? Я гуляю. Ну, я гуляю по выходным дням. По батуту? Нет, батута меня во вторник. Ну и со вторника на воскресенье с батутой перепрыгиваешь. Тимур, а ты вот когда учился в школе, у тебя были какие-то занятия? Ну, кроме того, что ты... Я думала, что он... Голубей не гонял. Я, наоборот, отгонял людей, которые гоняли голубей. Голуби, они же люди. Я думаю... Понятно, так он уже... Приехал, по-моему, в корее, и сказал. Подустал. Батруха? Батруха у меня появилась уже в университете. Да. А в школе меня почему-то называли Штрухс. Штрухс? Штрухс. Загадка большая. Просто в слове батрутинов очень много букв, из которых можно составить какое-нибудь смешное прозвище. Бат — это попа на английском. Рут — это корень на английском. Дина — это ужин. Бат, рут, дина. Жалко, что эти дети, которые с того учились, не знали английского языка. Ну да. А как бы меня называли попный... Калина. Третий раунд, третий класс, русский язык. Сколько мягких согласных звуков в словах данного предложения? Митя мечтает стать волосом. Ну, здесь самый мягкий — это тя. 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 Надо это записывать. Тимур, не хочу как бы нагнетать. Ребенокажи, все, реши. Пиши ответ и узнаю, сколько... Мягких согласных звуков. Да. А звуки теперь мы изучаем? Буквы тоже бывают. Буквы тоже бывают. Я готов проиграть. Хорошо. Итак, правильный ответ. Семь. Расскажи, почему семь. После гласных стоят согласные второго ряда. Гласный перед согласных второго ряда обозначает всегда два звука. И исключение че-ще-е. 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 Бессмертное. Че-ще-е. 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 Ида Васильевна. Хотела бы такую учительницу в свой класс? Не очень. Ножок по сердцу. Максимилиану забрать. Тебя в следующий раз. А меня можно с ним снимать в Сезанну? Можно. Все снимать в следующий раз. Мама, я в телевизор. Мама, я в телевизор. Тетвертый раунд. Четвертый класс. Привет. Как тебя зовут? Четвертый класс. Ты че? Все серьезно. Я родилась в Сезанну Максимилиану исторически. Один. Сезан Максимилианом он... Когда? Чем он известен? Да. Ну он входил в состав семьи от Раковсона, так можно сказать. Ну это исторически. Что? Что? Я не знаю. А чем ты занимаешься в районной школе? Я занимался теннисом и сейчас занимаюсь и плаваю. Ну, кстати, похож на ребенка, который занимает теннис и плавание. После небольшого тенниса он решил отдать мне в синхронное плавание. И за эти плечи я благодарна тебе. Батя, спасибо. Батя. Батя, спасибо. Ты в Москве заканчивала школу? В городе Балтийск, Калининградский област. Фу, привет, Калининградская область. Да, привет. Привет, седьмая школа. У меня девочка в школе Влада Андреева. Приветствуйте. Вам было мне руки весь седьмой класс. Я орала от боли так, что вам не говорили. А в этом, когда я стала в игре, он написала «Привет, я занимаюсь ногтями». Четвертый класс вместе с сознанием. Определите признаки живого. А. Движется, питается, размножается, растет, дышит. Мне кажется, про Харламова написано. В. Питается, размножается, растет, умирает, дышит. В. Размножается, дышит, растет, питается, летает. Г. Дышит, видит, растет, умирает, размножается. Да как так-то, подождите. Правильный ответ В. Питается, размножается, растет, умирает, дышит. Поэтому... Но он такой грустный, поэтому я ответил А. Не обязательно, чтобы быть живым, нужно для этого умирать. В этом раунде Максимилиан внес балл своей команде школьников. Браво, Максимилиан! Итак, счет 3-2 в пользу школьников. Капец. Как все прошло, как тебе игра? Да все отлично. Но я говорил, вынес его. Я его вынесу. Красавчик. Я знаю. Зак! 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 Тут будет реклама! Зак! 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 Мне будут дороги. Падают по Фрэнтзону еще в школе. Фрэнтзона может оставить тебя ни с чем. О первых симптомах Фрэнтзоны вы можете узнать на нашем сайте friendzona.net Я все! Кровать! Тяжелай! Френдзона не щадит ни детей, ни стариков. Только вы можете уберечь своего ребенка. Сынок, да что ж ты несешь ее сумку? Пускай сама тащит. Песня, тычинка! Каравайцев, это что у тебя? Это актуаль для моей девушки. А я кто? Тебе решать. А так кто? Я люблю фисташковое мороженое. Я тоже. Это прям во время уроков учебы и не забирать. Это как лоток свежего воздуха. Я тоже пятый класс пошла, я чувствую. Есть какой-то интересный факт из твоей биографики, который мы должны знать? Я занимаюсь конной кубкой. Я уже недавно выиграла два золотых кубка. Так. Один сребряный и один медный. Ничего себе. Конный спорт. Я удивилась, что там готовят кубки. Я удивилась, что там готовят кубки. Ну типа я знаю, что на лошадь не нужно взять медный кубок. Нет, я подозреваю тебя. Ты знаешь, не знаешь. Слышно. Назовите 11 глаголов в исключении второго спряжения. Да как так-то? Было сознание. Ну это не я. На сознание зачем ты поддался? Помнишь? Почему-то... По сердечному. Молодец. Молодец. Еще. Человек не умеет сдержать эндриго просто. Так, молодец. Тимор, пока ты неправильно пишешь, расскажи нам. Пока ты неправильно пишешь. Просто он пишет, да? Тебя в школе обижали? Не отрывайте меня, пожалуйста, Елена Васильевна. Я пытаюсь... Да он сейчас начнет потеть с пятого класса начинает. Та-та-та-та-та-та-та-та. И в рифку хотя бы. Хочу бы обходить. Что-то я даже не помню. С вашего разрешения можно я прочитаю ваш ответ? Прыгать, пить, стоять, бояться. А, что-то... Пыть, тупить, пить, неравить, неравить, неравить. Так, прочитай, пожалуйста. Рифма есть. Видеть, смотреть, слушать, ненавидеть и бедить. А, слышать. Слышать, да, не слышать там. Итак, в этом раунде побеждает команда школьников. Слышать, да, не слышать там.